Здарова! Ох, как же я обожаю эти рубрики про мультики! Все эти прикольные сказочные персонажи, вы знаете, я сам из мультика. И поэтому мне очень нравится говорить об этих прикольных... Да, и сегодня мы поговорим, как бы эти мультгерои выглядели в реальности. Это Брэйн из мультика Пинки и Брэйн. Посмотрите, это просто какой-то ища Диада. В принципе, он и по сюжету тоже ища Диада. Но прикольно ведь, посмотрите, можно себе поставить на аватарку, например, и это будет очень креативно. А это одно из предположений, как бы выглядел Джейк в реальности. Джейк из мультсериала «Время приключений». Он такой, на самом деле, получеловек, полупес получается. С татуировкой даже. Ну, прикольно, прикольно, мне нравится. Он выглядит очень грозно. А это доктор Зойберг из Футурамы в более таком суровом образе, который мне тоже больше нравится. Здесь он брутальный, здесь он опасный, здесь он красивый хотя бы. Кто смотрел Футураму, знает, что Зойберг там полный кретин. Там есть умные люди, есть тупые. Он полностью подчеркивает хоть какое-то присутствие мозгов у тупых людей, потому что он в конец тупой. А это как бы в реальности выглядели персонажи из Соус Парка. Таких рисунков, на самом деле, довольно много, но вот этот мне больше всего понравился. Он такой полуанимешный, качественно сделанный. Вообще прикольно, только вот сейчас я на Кенни смотрю, мне как-то его жалко. Вот этот вот реальный пацан, который постоянно умирает. А это идиот из Скуби-Ду. Я часто так подумал, знаете, я часто оскорбляю кого-то, каких-то персонажей в видео. И, возможно, это ваш любимый персонаж, хотя я сомневаюсь, что этот чувак ваш любимый персонаж. И, может, мне и не стоит их так оскорблять. Да он реально идиот. А на этой картинке, картинка, конечно, очень абстрактная. Посмотрите на его гигантские бицепсы. По сути, это просто повторенная форма мультперсонажа. А это как бы Бивис и Батхит выглядели в реальности. Обычно, когда делают подобный арт, они выглядят как-то по-отстойному. А вот здесь они выглядят прикольно. И Батхит даже похож на Киана Ривз. И это мне очень нравится. На этой картинке они какие-то интересные, знаете. А вот эта прикольная версия, как бы, выглядел Пакман в реальности. Просто гигантское чудовище, ползающее по трубам, гоняющийся за этими чуваками. Хотя обычно они за ним гоняются. Вообще, просто шикарно арт. Спасибо автору. Надеюсь, новое поколение детишек знает, кто такой Пакман. Не огорчайте меня. Ну, вы знаете, кто это. Это Гомер Симпсон из сериала Симпсоны. Полностью повторенные черты лица. Это жесть. Вообще, просто жесть. Я нашел очень странным то, что сколько я не находил арт Папайя. Это всегда такой старый, сморщенный, суровый дед. А потом я понял, в принципе, так и есть. Он и так старый, сморщенный дед. Ну, или не дед, а вот около того возраста. Но по сюжету мультфильма он реально выглядит примерно так. Нам в детстве как-то раз купили две футболки. Одна такая зеленая, полуцыганская, в каких-то абстрактных фракталах. А другая футболка с Папайем. И вот футболка с Папайем досталась свасти. Я ее весь день за это ненавидел вообще. Господи, это Чарли Браун из Пинац. Это, наверное, самый трансцендентный, абстрактный, психоделичный персонаж этого ролика. Посмотрите на его лицо, у меня аж так жутко на него смотреть. А это Туран Галила из того же сериала Футурама. Как-то она в какой-то не очень хорошей форме для девушки, я бы сказал. Особенно для такой спортивной. Но первый раз я вижу арт, где у нее один глаз, и она выглядит красавицей. Сколько других артов я не находил, и где она с одним глазом, она выглядит просто как ужасный циклоп. А вот здесь она вполне симпатичная. А это Твити. И, господи, у него такой вид, типа, убейте меня. Ну да, как я понимаю, здесь изобразили, как он грустит. Но он весь какой-то вот полулысый, полуволосатый, прям вообще... В мультфильме это очень милый цыпленочек. Но здесь это какой-то персонаж из фильма ужасов. Порко Россо, отлично. Очень похож, вот вообще прям один в один. Прикольная вообще идея. Человек-свинья, который еще и пилот. А это персонаж из такого довольно старенького аниме. Фреза. И очень прикольный арт на предположение, как бы он выглядел в реальности. Так вы знаете, вроде бы и человек, но и вроде бы и не человек. Очень прикольные черты лица, очень прикольные цвета. Вообще, я красава. Вот молодцы те люди, которые занимаются такими штуками. Рисуют персонажей. Ну и напоследок я покажу вам то, что вы тоже больше не сможете развидеть. Это всеми вами любимый Спанч Боб. Ладно, давайте я вас немножко утешу. На самом деле, здесь немного утрировано. Здесь добавлено очень много темных цветов. Поэтому он выглядит очень крипово, знаете, как персонаж с ФНАФ. Но все-таки это очень забавное предположение. В принципе, все-таки есть. Те же глаза, тот же нос. И в принципе, он же губка, поэтому он такой морщинистый. И эти глаза, которые смотрят прям на тебя. Но это близко к правде. У него реально глаза, как у сумасшедшего человека, если вы не замечали. Господи, что я делаю? Что за видео я снимаю? Я, наверное, ломаю психику детям. Ладно, давайте я покажу вам милых котеечек. Это хоть как-то компенсируется. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И пока!